всем у нашу ребят продолжаем наше выживание блин как же все таки хорошо сидеть отдыхать не пистоп еще по интернет и ютубчик и в принципе можно сказать что я прошел игру так давайте наверное в этой серии я покажу что у меня новенького что у меня старенького и попробуем смешать смешать и газы получить из них воду и посадите наш первый креса урожай помидорку и картошку так ладно отдыхать конечно хорошо но пойдемте блин зацените свет какой же прикольные света каш классно атмосфера получается то есть берете баллончик с краской перекрашиваете и получается вот такая вот красота можно полностью так обставить разноцветными поставить себе магнитофон и устроить себе дискотеку так принесли перенесли все производство себе сюда на нашу новую базу там я все разобрал я выйду покажу что у нас тут есть здесь у нас с вами руды те что пример там лишние были здесь у нас всякий лишний хлам ненужный который нужно будет поразбирать я специально поставил сюда центрифугу и это как его и утилизатор для того что к примеру этом как вот у меня здесь тут лист железо ли стали и истина на это стена мне не нужно мне нужно другая и она будет так собираться и хлам копиться проще разобрать и переплавить кольца заново потратить лишнее кольца там три минутки нужно будет этим заняться и полностью все перебрать перри перед как его переработать так здесь у меня в баллонах наши такие углекислый газ я вот этот вот собираю таками чтобы не фильтровать что можно было запустить нашу теплицу потому что растение углекислый газ очень сильно любят потреблять а мне оставить фильтры в принципе не сильно хочется чтобы собирать это все сделал себе новый шлем новый скафандр шкафчики и краска да но если к примеру там захотите себе сделать не знаю там какой-то кайфарик делайте вот так красочкой и наслаждайтесь так идемте 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 на улечку покажу что у нас есть а потом уже сходим будем делать воду так же самое здесь установил подсветку и в темноте теперь у нас вот такая вот ляпота красота можно играться конечно со светом есть цветовой палитрой но пока месть пусть будет так на тому же разберемся идемте покажу установил кондиционеры 5 штучек для нашей теплицы здесь у нас жигатель но к нему мы еще доберемся и здесь у нас как раз комнатка усиленная стальными каркасами специально для производства воды вот у меня пять кондюров батарейка здесь поставил уголь угольный генератор потому что иногда не справляется у меня всего лишь тут 5 турбину таких и три маленькие солнечные панели и надо они сработают с кондюрами нужно будет дальше добавлять немного энергии короче вставил чип мне теперь когда у меня температура там повышается до 40 градусов а не начинает работать сейчас они у меня в выключенном состоянии потому что мне там вроде тридцатка как это все установить я думаю вы спокойно найдете в интернете это все написано эти все коды и как это все работает я бы вообще наверное с этим не заморачивался вручную все делал автоматизация марио так из-за чего я вы не зажигатель на улицу сюда и не ставил стал там делать его потому что не знаю насколько сильно он будет нагревать мне воздуха мне бы не хотелось у меня там будет почти полный вакуум только когда примеру я буду оксид закидывать вот тогда у меня будет от какие там температура плюс минус 30 градусов чтоб он у меня начал таять а так все время у меня там будет 0 для того чтобы у меня остывала вода потому что вода и сжигателя там около 1000 градусов получается плюс-минус температура радиаторы конечно помогают немножко сбавить температуру но она до такой степени постепенно понижается что придется ожидать так ладно давайте закроем давайте закроем выпьем мне пусть стоит выпьем водички и пойдем наконец работать так пойдем наконец работать тут выключить тут выключить тут закрыть включить да плюс к примеру я мог бы конечно поставить жигатель куда-то внутрь но я как делаю я к примеру 5 бочек наделал здесь поставил они все спокойно стоят остывают и не парюсь и для питья есть и для растений есть мы с вами не будем замаривать часа вы можете ставить где-то в одном месте делать автоматизацию проводить трубы и вот сюда и к этой бочке подключать и бла 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 как говорится каждому свое но мне нравится вот так так идемте смотреть сможем ли мы сейчас с вами получить водичку и правильно ли мы все сделали для этого нам нужно будет вот тут у нас будет смешивать кислород то есть добываться кислород здесь у нас будет летучие вещества и вот по этим трубам будет в этот бак собираться смесь так наверное не знаю давайте поставим наверно 50 на 50 я просто не знаю какое количество стоит кто-то говорит два к одному кто-то 3 кто-то говорит там можно и 10 процентов но сделаем 50 на 50 как лица деньги есть закупим еще отсюда по трубе будет в жигатель идти а сжигатели как раз вода должна будет заполнять вот этот бак но единственный крица минус вот таких вот больших труб я так понимаю что здесь тоже будет собираться вода из нее с этих труб тоже нужно будет как-то это буду забирать но это мы решим так ладно давайте 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 включаем включаем берем в руки оксид ложим ложим либо кладем ты настоять начинаешь ты настоять начинаешь подходим открываем баллон с углекислым газом и по идее да и по идее ты начинаешь у нас таить все хорошо так теперь берем в руки планшет так ладно давайте пока мисс выключим пусть она полностью растает пусть она полностью растает берем в руки планшет и посмотрим здесь по идее о 2 во да из-за чего поставил вот такую вентиляцию активную чтобы она быстрее сюда заполнялась так все у нас растаяло да отлично отключаем помогаем быстрее всему этому делу так вот два сколько нас 230 225 здесь у нас 500 хорошо сейчас она все закачает сейчас она все закачает как раз и сюда здесь как раз уже загоним с вами летучие вещество у меня наверху еще есть я взял только три штучки проверить будет ли она работать насколько примерно получится с трех стаков воды у нас с вами как ну что он 225 20 19 9 а у тебя сколько здесь 1 окей так 2 моля и давай 1 в принципе я думаю этого будет достаточно правильно или дождемся когда вы же полное будет полный расслабончик так низкий заряд хорошо 70 процентов так все есть отлично здесь мы вырубаем давайте попробуем скинуть вот так вот будешь ли ты таять а ты таять у нас не будешь потому что у нас 5 градусов всего хорошо а если я открою возле тебя так включить выключить нет ты тает не начинаешь хорошо давай попробуем сделать вот так загнать тепла чуть-чуть давай попробуем загнать немножко тепла тепло пошло начинает таять хорошо давай включаем 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 наш фильтр и как раз сюда загоняем сейчас наш наше летучее вещество пошло ж по идее должно идти 20 все хорошо пошло давай да отлично это сработало это сработало сейчас дождемся пока мясо на полностью закачается загоним получается вот сюда мы как его наши газы смешаем их сходим включаем сжигатель и перейдем посмотрим сколько воды закачала в наш бак да плюс пойдем заберем семена заодно и и что еще и что то еще хотел что то я еще хотел так сколько у нас тут 18 моль блин а тут что то меньше да здесь у нас 158 а здесь у нас 800 или будет наверное так же самое да и будет наверное так же самое да по количеству да наверное будет плюс минус одинаково так что по температуре 30 градусов хорошо отлично так не задыхайся пожалуйста мы с тобой только начали так а здесь у нас 158 а здесь у нас 158 ну все в принципе я думаю нормально можно вырубать можно вырубать давайте здесь мы сделаем полный вакуум везде у нас полный вакуум да везде полный вакуум кроме наверное вот этой вот комнатки сейчас здесь делаем полный вакуум сходим получается включим и придем сюда ну и чтобы водичка быстрее начало остывать здесь у нас пока месь по нулям так давайте смешивать давайте смешивать пока месь у нас качается качается температура до полного вакуума так заполняется давай хотя бы до желтого ты заполнишься вот красавчик отлично давай смотреть сколько здесь для даже больше даже больше прикольно все на все но я думаю можно было даже брать по 6 кубиков и 6 кубиков наверно заполнить полностью нашу бочку 142 а здесь 02 только почему-то отсюда не хочет перекачиваться в чем проблема я без понятия хотя тут стоит 50 на 50 ну ладно так допустим допустим мы закачали допустим есть все теперь мы можем идти с вами на улицу у нас здесь полный минус выключаем закрываем выходим выходим давайте здесь мы тоже сделаем вакуум чтобы не нарушать потом можете делать проще можете делать без полного вакуума можете делать получается с кондиционерами либо поставить стационарный кондиционер и держать полный минус но мне как бы так проще моя база как говорится я так вижу так все шикарно отлично идемте идемте включим идемте посмотрим так тут закрыть закрыть тут выключить и пошлите так давайте наверно сразу мы заберем с вами наши помидорки помидорка картоха и грибочки так раз два три шикарно заодно наверное сейчас одну секундочку заодно наверное сделаем знаете с вами как было проще возьмем в руки ключик я потом объясню зачем я это делаю берем вот так руки ключик здесь выключаем берем сюда и ставим тебя все 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 отлично идемте включать идемте включать на сжигатель так надо будет выключить нашу взлетно-посадочную полосу чтобы батарея не садилась так там у нас в бочке было по нулям воды пошло все сжигатель начал работать идемте смотреть сколько у нас получилось воды в итоге сколько у нас в итоге получилось водички из трех кубов оксида и летучего вещества тоже трех штучек так давай во хорошо отлично здесь мы меняем батареечку здесь фильтр включить выключить и пошлите так заходим тут закрываем тут отлично тут тут мы заносим потом поймете зачем так стой тут идемте смотреть сколько у нас с вами получилось воды так отлично вакуум 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 так а водички у нас получилось муум бля а неплохо а неплохо да ребят смотри до сих пор идет все отлично почти полный бак получилось получился из трех да он сейчас нерву вонет меня тут не нужно подготовиться не нерва нет остановился до остановился так отлично давайте посмотрим какая тут температура к температурка у тебя здесь 1804 градуса ну то есть вы понимаете дашь когда она будет жигать у тебя у вас будет температура 1800 градусов и для этого нужно чтобы чтобы она здесь оставала здесь нужно будет минусовая температура так куда ты уходишь а вода уменьшается это она уходит до уходит водичка так бум стоять хорошо 4000 у нас с вами есть почти 5000 теперь мы берем эту водичку где у нас 5000 горяченькую тепленькую с пылу жару берем в руки и меняем местами с нашей водичкой которую мы пьем ту которую я взял так здесь все закрываем нужно будет пойти выключить сжигатель поставить сюда здесь закрыть тут закрыть тут открыть все берем водичку меняем ее местами тут закрыть здесь мы делаем волоком хорошо открываем и смотрим все 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 не задыхайся пожалуйста мне буквально два метра пройти так включите выключить берем в руки планшет наш все ставим сюда и сейчас будет вода у нас остывать потихонечку помаленечку водичка наша будет остывать конечно она стала меньше потому что на в трубы ушло вот сюда вот и таким образом получается я буду набирать там менять ее когда здесь остынет примеру я поменяю с растениями и перенесу сюда только не могу понять почему меня температура минус 7000 а или это просто минус 7 градусов так кто в курсе а вот температура 401 градус но все потихонечку должна температура будет здесь остывать в этом помещении потому что мне здесь постоянный и минус у меня здесь минус 7 у меня здесь вечный минус 7 здесь у меня минус на минус 7 так ну ты будешь падать или не будешь ну шо да потихонечку остывает ну все в принципе как лица с этой задачей мы тоже справились теперь нужно пойти выключить нам с вами наш во первых трансформатор во вторых сжигатель где выключим сжигатель у нас просто так не работал потому что энергия подпитана оттуда от кондиционеров а там у меня очень мало все 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 очень мало энергии в пустую не мотала так фильтр включить выключить нужно здесь будет еще кое-что достроить построить и дальше развиваться лица начала у нас положено блин и обалденно реально же красиво ребята давайте полностью выключим реально обалденно нужно будет с подсветкой еще как-то поиграться и посмотреть можно было конечно перекрасить это все в красный и желтый цвет но я не хочу мне так прикалывает как она переливается так идемте дальше что я хотел еще сделать в этой серии воду мы с вами добыли можно было конечно воду оставить и там остывать у нас там с вами полный минус полный вакуум и температуре но нам лишь пить как-то надо правильно так что пусть она здесь остывает теперь мы с вами у его мою корица и е-мое забыл выключить так теперь мы с вами такое обломки обломки чего обломки окна боюсь у меня вырвало окна давление да 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 ну в принципе ничего-то страшного по большому то счет у не случилось самое главное Что я хотел, я сделал. Воду я тогда был. Блин, окно вырвало. А из-за чего вырвало? Из-за чего вырвало? Просто самое интересное. Ладно, вырвало и вырвало. Ничего страшного. Ага, и здесь окно плохо. И здесь окно плохо, да? И тут окно плохо. Ну, ничего страшного. Продолжил свою мысль, как говорится. Переделаю. Просто я хотел здесь оставить себе окна. Из-за того, что помидоры с картохой любят солнечные лучи. Здесь я подготовил место себе под грибочки. Под грибочки. Я здесь затемнил, так как солнце им не надо. Они растут спокойно и в темноте. А вот помидоры и картоху желательно выращивать на солнечных лучах, так сказать. Можно, конечно, поставить лампы. Есть специальные лампы для растений. Но там нужно устанавливать, типа... Пару минут они светят, пару минут они в темноте. На постоянной основе включать их и выключать, бегать. Мне как бы не хотелось. Я хотел оставить себе окошко. Блин. А если я здесь двойной стеклопакет поставлю? Или не поможет? Или все равно вырвет? Хотя вот эта вот рама идет из этого же, как его... Из... Как это называется? Металл. Из стали. Все равно вырвало. Может сюда нужно усиленное окно? И тогда оно не будет его вырвать. Как думаете? Нагнать-то температуру я сюда смогу. Заново опять. И установить. Так, вот по поводу бочки. Я хотел эту бочечку, получается, с водичкой, которая у нас с вами... Которая с вами, наверное, уже нагрелась, да? Пока мясо здесь стоит. 49,9. Не, в принципе, нормально. Пока мясо здесь у нас стоит. Поставить ее сюда. Эту бочку поставить туда. Потом наполнить ее. Она там остывает. Здесь холодная, там холодная. И менять вот так местами. По нужде, так сказать. Блин, а вот это я думаю, как теперь сделать? Тут два варианта. Либо... Полностью зашивать вот такими вот стенами. Стальными. Без света. Либо делать улучшенное стекло. А что мне нужно будет для... Ладно. Идемте посмотрим. Идемте посмотрим. Наверное, ролик так и назову. Смешиваем газы, добываем воду. И почти... Посадили урожай. Идемте посмотрим, что нам нужно для улучшенного стекла. И будет ли это улучшенное стекло выдерживать. Выдерживать, выдерживать, выдерживать. Выдерживать. Блин, это когда он шраму будет вырывать, да? Только я так и не понял, почему она его вырвала. Из-за чего? Из-за какого давления? Вроде ж нормально все было. Так. Вот стены у меня из набора стена. Мне нужен набор стена сталь. Ну и стали. А улучшенное стекло... Вот оно, да? Вот это вот улучшенное стекло получается. Мне нужен... Кремний и... Столит. Столит, столит, столит. Что мне для столита нужно? Как произвести... Так, кобальт. Ага, силикон. А у нас силикон есть? Столит. Так, первая стадия. Первая улучшенная печи, улучшенная печи. Так, температура 1,8. Ага, ага, ага. Ну ладно, попробую сделать, наверное, из этого стекла. И... И тогда уже мы с вами... Сделаем нашу теплицу. Я просто хочу реально... Стекла, чтобы были. Я не хочу стальными каркасами все вот так заставлять и делать вот эти вот лампы. Где наши лампы? Где наши, где наши, где наши лампы? Тут где-то у нас лампы есть для... Ну все, 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 все хорошо. Или мемарсианин тоже такое случилось с его огородом, но он как-то справился. Сядем на диету. Будем кушать, как я реца, немножко меньше картохи. Тут где-то были лампы для... Для этого кива. Для растений. Где же они? А, вот освещение для растений. Что мне нужно? Медь, сталь, электриум. Ну, электриум у меня есть. Ага, блин. Вот это я вот думаю. Либо так делать и высаживать уже потом... Вот сюда с лампами. Либо поставить, получается... Полностью вырвало, да? Не. На крапулечках держится. Блин, надо будет кондер пойти выключить, чтобы зря электричество не тратил. Либо лампы сюда вешать. Вот так сюда. И полностью зашивать. Вот так вот кубами делать полностью усиленный каркас. Либо, я не знаю... Либо там есть у нас, получается, с вами... Эмм... Дай. Забыл название. Решану. Сейчас, секундочку. Идемте с вами посмотрим. Идемте, 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 идемте. Так, свет, думаю, пока можно выключить. В принципе, пока видно. А где ты находишься? И как ты называешься? Тоже можно... Сажать в тебя. Или ты не тут находишься? Так, солнечная панель. Не то, не то, не то. По-моему, ты не тут, да, находишься? По-моему, ты здесь находишься. Давайте смотреть. Давайте смотреть, давайте разбираться. Так, измельчитель для... Переносной газовый резервуар не то. Ну и все, 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 все. Так, атмосфера, шлюз нету. Блин. Хорошо, что я всю свою установку эту не стал делать в теплице. Я хотел просто в теплице все сделать. Но, представь бы, я сейчас бы все сделал. Она бы как бы рванула. Так, а где ты находишься? Где эта штука, где там выращивать? Я не помню, как она называется. Давайте вместе искать. Давайте вместе. Так, мотокабеля... О, гидропонная станция. На тебя хватает? Да, на тебя хватает. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте даже мы тебе сделаем. Интересно, а тебя можно будет улучшить? Гидропонную станцию или нет? Блин, ну на гидропонную станцию, наверное, воды надо будет больше. 462 градуса. Да, это консоль. У меня температура в теплицу была. Ладно, можно пока выключить. Наблюдать там, в принципе, нам нету. Зачем? Нужно будет не забыть сходить. Выключить кондер. И подумать, как переделать нашу с вами теплицу. И, наверное, уже в следующей серии мы с вами посадим наш первый урожай. И я что-то потом придумаю, что-то еще сделаем. Но самое главное, то, что у нас теперь с вами есть вода, плюс у нас с вами есть кислород. Так как мы смешиваем, добываем кислород с вами, мы как бы позаботились два из трех. Это вода, еда и кислород. То есть, вода и кислород у нас есть. Осталось только добыть нам немножечко еды. Давай. И сотка. Никель. Никель, сталь. Так. Так, давай мы тебя в переработчик сразу закинем. Бум, бум, до побачения. Идемте смотреть. Да, все-таки не зря я делаю отдельные шлюзы, отдельные комнаты, отдельную проводку и отдельные резервуары. Вот, есть вот такая вот гидропонная система. Как бы тебя от меня, так бы, тебя меня б, себя б, тебя поменят. Вот так поставить. Берем в руки ломик. Ооо. А ты у меня все задыхаешься. Так, берем в руки ломик. Здесь сюда труба с водой подводится. Электричество включается. И здесь постоянно лампа светит. И сюда можно будет сажать, наверное, наши... Наши-наши помидорки и картоху. Четыре куста. Но я как делаю. Вот у меня, к примеру, есть семена. Три штуки, да. Я сюда одну штуку семена сажаю, вырастил. И дальше сажаю. И храню просто семена на всякие корыца пожарные. А вот такие вот случаи. Мало ли, друг прорвет и все погибнет. Единственное, я не знаю, можно ли здесь выращивать картоху и помидорки. Угу, угу. Но мне для грибочков вот эта вот штука не подходит. Самое печальное, что мне для грибочков нужна темнота. У нас для грибочков нужно будет оставить хотя бы три штучки вот таких вот. Так, ну либо сюда лампы поставить. Не знаю, как думаете. Давайте, наверное, проведем с вами эксперимент. Попробую. Наверное, я все-таки одну штуку оставлю. Где-то здесь, наверное, в этом месте. Где-то в одном месте мы здесь с вами ее оставим. Посмотрим, можно здесь будет выращивать либо нельзя по-нормальному. А сюда, может, лампы повесим. А может и не повесим. Так что, да. Так, ладно. Все, в принципе, я думаю, на этом можно нашу серию заканчивать. Самое главное, мы добились. Идемте, сходим еще раз к нашей установке. Посмотрим, как она поживает. Долго-долго-долго. Ну, понятно. Самое главное, корейцы, мы с вами сделали. Так. Закрыть на всякие пожарные. Закрыть, закрыть, закрыть. Все. Вот тут мы добываем с вами кислород. Если наш баллон там закончится, а он рано или поздно закончится, я просто выведу сюда трубу. Выведу сюда трубу. И поставлю сюда для баллона, получается, этот, как его, штуку. И все. Пришел, наполнил себе штучек на 20 баллонов, как я делаю. И бегаешь себе спокойно, как говорится, и в ус не дуешь. Так, что ты тут у нас остываешь? У нас же тут осталась еще вода. По идее. Да, еще 668 моли водички осталось. И вот постепенно, помаленьку, температура осталась. Видите? Как хорошо. Все. В принципе, ребят, как говорится, на этом, в принципе, все. Все, не задыхайся, дай попрощаться. Дай попрощаться со зрителями. Говорит, если ты досмотрел до этого момента, ставь лайкосик, пиши свой комментарий. Как бы ты сделал бы по-другому? Ну, и как мы будем делать с вами теплицу с улучшенного стекла? Либо просто сделать, зашить все кубами и не мучиться. Повесить везде лампочки для растений. Либо вот таких вот аппаратов поставить здесь вот так вот. В ряд как раз сюда станет сколько тут? Два, четыре, шесть штучек станет. И нам хватит этого огорода, я думаю, за полоза. А я уже потом решу. Просто, если я сейчас буду кубами зашивать, вот мне сейчас нужно будет стальные кубы полностью разбирать это все. Здесь зашивать. Выкачивать заново отсюда температуру и устанавливать такие вот штуки. Плавить металлы, которые нужны. Подводить вот трубы. Я просто не знаю, сколько воды потребляет наша установка. И хватит ли нам нашей водички. Я думаю, не хватит. Нужно будет больше. Но поначалу нам бы, наверное, для начала бы хотя бы посадить одну помидорку и одну картоху. А там уже будем, как говорится, с вами посмотреть. Так, а у меня провода с собой нету случайно. Провода у меня с собой случайно нету. 21 кабель. А давайте посмотрим, как оно у нас тут. Все равно, как говорится, разбирать. Все равно разбирать. Так, давай берем руки. Берем кабель. Давай попробуем тебя провести. Сейчас как раз покажу. Может, это первый раз будет на это все дело наблюдать. Получается, вот такой вот цвет ультрафиолетовый будет постоянно светить на наше растение. Но я знаю, что и помидорки, и картохи иногда нужно и темнота. Бегать, включать, выключать. Вот так тоже как бы не камильфо. Ладно, разберемся. Попробуем и такие варианты, и вот такие варианты. А там уже посмотрим. Выберем. Все. Теперь точно все. Мур-мур. Так, бак отходов переполнен. Все. Всем теперь точно. Мур-мур. Пока-пока. И до потом, ребята.